Привет, это Наталья Пелевина с желанием не молчать. В Танях мы прошли рубеж, 6 месяцев войны, а это наша общая годовщина, потому что война это каждого из нас. И путинских генералов, купающихся в крови, и рублевских жителей, не попавших под санкции, купающихся в дом Периньон, все лето в Ницце и на Ком. Несмотря на сомнительное будущее своих доходов. Это война из леса Рессаранска, никогда не слышавшего про Ниццу и Кома, но зато хорошо знающего и любящего Соловьева, который, в свою очередь, с Кома отлично знаком. А значит, у слесарей из Саранска какая-то связь с Кома все же есть. Это война и учительницы в школе дочери слесаря из Саранска, которая выстраивает для этих классников букву «З». Это война и тех, кто молчит, но волнуется о своих шенгенских визах. Это война и тех, кто никогда не имел шенгенских виз, но сейчас закатывает в два раза больше огурцов и капусты на всякий случай. К сожалению, это война и маленькая Лиза, и ее мама из Винницы, и всех погибших и раненых мирных жителей в Украине. Это война и десятков тысяч уже убитых и искалеченных солдат с украинской и российской сторон. Война – это и Европа. Во многих европейских семьях сейчас главная озабоченность – это как оплачивать огромные счета за отопление жилища будущей зимой. Война – это и Африки, где из-за перебоев с зерном до сих пор грозит гол. Это война – война всего мира. Она война и наша – оппозиции. Мы самовлюбленно рассматривали собственное отражение в зеркале и собачились между собой вместо того, чтобы остановить зло. И не надо про объективные факторы. Мы все все про… упустили. Результат нашего провала сейчас в доме и в жизни каждого. Картина Герника, Пикассо, как она есть. Война открывает и выдвигает вперед самые уродливые лица. Я не верю, что Путин мечтал и мечтает о величии России. Что он хочет свой не президентский, а земной срок, в его понимании власти – это пожизненно. Что он хочет сделать Россию еще более огромной и великой. Нет, не может он не понимать, что не может. Что когда его не станет, почти сразу. Или пусть даже через какие-то годы, но все изменится. И его имперской империи не будет. Путин мечтает банально войти в историю. Войти по-крупному. Но он просчитался. Да, его страницы в истории останутся. И они будут пропитаны брезгливостью. Война сейчас – наша общая война. Она против абсолютного неразбавленного зла. Но в истории человечества зло не побеждало еще ни разу. Иначе нас бы с вами здесь сейчас просто не было. Слава Украине! Конец войне! Путина под суд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...